Всем привет! В этом видео хочу разобрать распространенный вопрос, можно ли привлечь с помощью силы своей мысли конкретного человека и какие возникают тонкости, сложности и особенности в результате этого воздействия. И отвечая коротко на этот вопрос, сразу говорю вам прямо. Привлечь конкретного человека в свою жизнь с помощью силы мысли можно, но не всегда это мудро. На просторах ютуба я нашел интересный комментарий, где человек, у которого успешный опыт по привлечению с помощью силы мысли конкретного человека, поделился своим опытом. И посмотрите, что... Ну, это девушка, я так понимаю, что она пишет. В свое время, когда я еще не знал о существовании даже слова визуализация, я визуализировал себя вместе с человеком, который впоследствии предложил мне вступить с ним в отношения. И это была самая искренняя и сильная любовь в моей жизни. Мы были счастливы. Поэтому не стоит бояться. Ваш партнер в конце может сказать вам спасибо за то, что ваша визуализация привела вас обоих к такому волшебному счастью. Вот человек делится своим конкретным опытом. Причем этот комментарий находится под видео, в котором рассказывается, что как бы да, привлечь конкретного человека можно, но это неэтично. Поэтому после каждой визуализации вы должны проговаривать такую фразу. Я уважаю твою свободу выбора, я уважаю твое право на выбор судьбы, там что-то такое, короче. То есть автор канала предлагает после каждой визуализации добавлять вот эту фразу. Почему? Потому что это неэтично. Как бы. Понимаете? Причем вот находится комментарий от человека, который привлек в свою жизнь конкретного человека без вот таких вот уточнений и извинений после каждой визуализации. И множество других подобных людей, которые тоже привлекли в свою жизнь конкретного человека без вот этой вот уточнения. Я уважаю твою свободу выбора, там и так далее. Поэтому я что хочу сказать. Это же теория по, так скажем, эзотерическая теория, которая гласит, что это неэтично. Там, конечно, свои рассуждения, своя такая конструкция рассуждательская. Почему, что и как. Так вот я что хочу сказать. Есть знания конкретные по силе мысли, которые помогают вам достичь конкретных результатов. Это, например, о том, как работает вера человека. Также о концентрации внимания. Да? То есть, ну и так далее. То есть, есть конкретные такие элементы, которые влияют на ваш результат. А есть просто такие вот рассуждения. Вот это этично, это неэтично. Это вот, это вам обойдется боком. Это вот как бы грех. Это вот надо делать вот на девятую, когда девятая планета там в определенную фазу встанет. Это вот надо делать в полнолунии. И вот такие рассуждения, которые вот только нагромождают психику, отвлекают ее, как некая такая шелуха, 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 которой нет конца. И в которой можно запутаться. И вот поэтому автор этого ролика, он тут же как бы предлагает, тут же говорит, что это неэтично. И тут же предлагает конструкцию, что вот после каждой визуализации надо говорить, я уважаю твою свободу выбора и так далее. А если не скажешь, что перешел на темную сторону, да, как бы занимаешься какой-то там черной магией или еще что-то, не уважаешь другого человека, нарушаешь что-то там, его свободу воли, якобы. То есть вот эти все нагромождения, это все лишнее. Я вам предлагаю оставить только то, что работает по силе мысли и все. Чем меньше вот этой всей теории, тем лучше, тем вы продвинетесь дальше. Чем больше вы теории туда впихнете, о которых я вот пример привел выше, тем хуже будет результат, если он будет вообще. Есть очень хорошая мысль по этому поводу, что уже просто мечта влюбленной о возлюбленном является ничем иным, как воздействием на расстояние. Просто часто она не достигает пороговой величины. Тогда если якобы привлекать конкретного человека неэтично, тогда и мечта влюбленной о своем возлюбленном тоже является неэтичной. То есть уже и мечтать нельзя. То есть это естественный природный процесс, когда влюбленный человек мечтает о своей возлюбленной. И никто ему не может запретить это делать. Но если он включит сюда конкретные практики по силе мысли, то тогда будут интересные результаты. Итак, возвращаемся вот к этому комментарию. Очень интересный. Дальше идут уточняющие вопросы, на которые я хочу обратить тоже ваше внимание. И вот тут спрашивают, как именно вы визуализировали, как герой или как бы со стороны представляли себя с ним? И отвечает, просто представляла себя в ситуации, где мы вместе, не со стороны, просто в деталях, что мы делаем, что говорим друг другу. Это было мое хобби, визуализировать нас в деталях. Делала это всегда перед сном или в дороге. Хочу отметить здесь интересную подробность, которая часто встречается у людей, у которых был успешный опыт по привлечению конкретного человека. А именно, что визуализация в деталях, ну конкретно визуализация, становится как бы неким хобби. Вот как вот она пишет здесь. Это было мое хобби. Далее она говорит, делай это всегда перед сном. Ну, как я уже говорил во многих своих видео, это говорили многие другие авторы, что перед сном делать практики, это очень эффективно. Или в дороге. То есть, вот, пожалуйста, кто-то, мы очень часто находимся в дороге, где-то куда-то едем, чтобы это время не проходило даром, можно это время использовать для практики визуализации. Также я вспомнил сейчас один комментарий одной девушки, которая тоже был успешный опыт по привлечению конкретного человека. Она говорила, что я делала это постоянно фоном, в фоновом режиме, в течение дня, даже когда смотрела фильмы. Фильмы. Представляете? То есть, человек смотрит фильм, а в фоновом режиме периодически прокручивается мыслеобраз. Или по-другому, скажем, целевой слайд. Идем дальше. Также спрашивают, уточняют. В вашей практике не было такого момента, что перед тем, как вы стали быть вместе, вы как бы смирились с тем, что, возможно, он уже не будет с вами. И вам все равно. И как раз в этот момент все сбылось. Отвечает, я всегда знал, что я достойна быть с ним и что он будет счастлив со мной. Вообще не думал о том, что может быть иначе. Но при этом я жила своей жизнью, не ставила его в центре всего. Вот я считаю, вот это ключевой момент. Как она говорит, что я жила своей жизнью, не ставила его в центре всего. Потому что, если человек, привлекая другого с помощью силы мысли, ставит его в центр своей жизни, то есть он вокруг вот этого человека, которого он хочет привлечь в свою жизнь, вокруг этого человека прям у него крутятся мысли. Он нервничает, он беспокоится, получится ли это или нет. У него, если сказать по-другому, завышена важность. Он постоянно беспокоится. Он не может переключиться. Его терзают сомнения. Он не живет своей жизнью. Он живет постоянно тем, чтобы как заполучить этого человека. Этот человек становится таким объектом вожделения, без которого этот человек не может жить. Что у него жизнь как бы рухнет, если он не получит этого человека. То есть, понимаете, да, вот это вот состояние. Как раз таки вот это состояние, оно неправильное. Именно вот это состояние, оно не дает проявиться силе мысли. Наоборот, будет обратный эффект. И вот здесь вот она правильно пишет, что я жила своей жизнью. Вот посмотрите, как бы настрой людей, у которых был успешный опыт по силе мысли. Я жила своей жизнью, не ставила его в центре всего. Понимаете, да? Это совершенно другой настрой. Когда человек спокоен, он занимается своей жизнью, он занимается своими делами, практикует, делает визуализацию периодически, как хобби. Визуализация, это дает ему уверенность. Поэтому он спокоен, он знает, что в свое время это все произойдет. Но ощущается это так, как будто уже произошло. И далее вот девушка делится своим успешным опытом. Далее она пишет, что мы уже не вместе. Не всегда то, что ты хочешь, это то, что тебе нужно. Вот поэтому я и тоже говорю, что привлечь конкретного человека можно, но это не всегда мудро. Именно поэтому, возможно, поэтому и мне созвучен был комментарий этого человека. Потому что тут похожая мысль. Порой человек жаждет заполучить другого человека. Он его хочет очень сильно. Но не всегда это правильно. Вот я вам приведу такой пример. Конечно, он немножко как бы натянутый, но он как бы показательный. Вот смотрите, как бы говорят, с помощью силы мысли можно достичь, чего захочешь. Чего хочешь. То есть нет преграды. Подсознание все сильно. Но если так, то тогда сможет ли какая-нибудь бабушка Дуня, условная, которая под 90 лет, которая живет в глухой тайге, влюбить в себя Путина? Я где-то вот встретил такой вопрос. Сможет ли бабушка влюбить в себя Путина? Если сила мысли такая всесильная. Вот тоже такой интересный вопрос. Как раз тоже относится к нашей теме. Вот как вы считаете? Ну, конечно, это вопрос такой риторический. Он подразумевает, что, естественно, не сможет. Но я бы здесь хотел обратить внимание на другой момент. Что если, предположим, такая ситуация реально возникает, то это проблемы психологического плана у бабушки. Почему у нее такой запрос возникает? Сейчас, даже если не углубляться, вот эти психические, небольшие вот эти психические отклонения, почему вот в данном случае бабуля хочет вот делает именно такой выбор. Она не хочет жить спокойно вместе, не знаю, с каким-то дедулей, который рядом находится, вот хочет именно вот ей вдруг вбрело в голову влюбить в себя Путина. И вот она вот делает практики. Я что здесь хочу сказать? Даже если вот этот человек будет делать все правильно, по силе мысли, то какими путями может быть исполнено это желание? Если у человека как бы очень сильно нарушена психика, то, естественно, желание никак не исполнится. Если человек чуть более здоров, как бы поднимаемся выше, то тогда это желание исполнится у него во сне, например. То есть подсознание найдет вот такой способ и она ей приснится сон, что вот она вместе с Путиным. То есть это ей во сне приснится. И вот для подсознания это будет такой сигнал, что оно осуществилось, вот как бы во сне, вот ты как бы получила, и вот тебе и достаточно. Или же дальше идем. если у человека больше целостных структур в сознании, человек более внутренне силен, то она привлечет человека похожего на Путина. Вот эта бабушка привлечет к себе мужчину, который сильно похож на Путина. Я знаком с несколькими такими случаями, когда люди хотели привлечь в свою жизнь, визуализировали, мечтали, что они живут с каким-то голливудским актером. Потом в ихней жизни появлялся мужчина, который похож на вот этого голливудского актера. Именно похож. То есть это не двойник, то есть это не этот голливудский актер, но вот если сравнить лица, то сразу можно сказать, что прям вот похож. просто человек похож. Внешне похож. Сознание может так сыграть, но это не означает, что будет именно так. Я говорю лишь один из способов воплощения, потому что пути, которыми подсознание воплощает наши желания, они многочисленны. Я говорю лишь о тех, которые как бы чаще всего встречаются и с которыми я знаком, которые я сам прочувствовал и которые были тоже в моей жизни. Далее читаем комментарии, тоже вот пишет, мы не в силах притянуть кого-то без его ведома, согласия, желания. Это еще Зеланд говорил. Вот, ну, мы видим то, что здесь озвучивается распространенное заблуждение о том, что мы не в силах на кого-то влиять. на мы не в силах влиять на какого-то конкретного человека. Но, опять-таки, хочу сказать, если человек верит в это, что он не в силах повлиять на конкретного человека, то в его жизни это и будет происходить. То есть, как бы по вере вашей да будет вам. Поэтому он, то есть, тот человек, который верит в это, он найдет множество доказательств этому. А тот человек, который верит, что можно привлечь в свою жизнь конкретному человеку, он найдет множество доказательств о своей вере. И оба человека окажутся правы. Потому, что есть такое правило, по вере вашей да будет вам. И дальше вот интересно пишут, а потом он, а потом он предаст, изменит, обманет, обманет. Классика жанра. И вот отвечает вот эта вот девушка, которая более-менее разбирается в силе мысли. Я сказал, что если вы верите, то это случится. Я не сказал, что это не случится, если не верите. Мы можем быть достаточно здоровы, чтобы не верить, но при этом недостаточно здоровы, чтобы не выбрать в партнеры абьюзера. Это нормально, все мы люди. как вот она говорит, то есть человек, который более-менее разбирается в силе мысли, он сразу оперирует теми вещами, которые гораздо более важны, а именно то, что важную роль играет вера человека, его убеждение. Соответственно, если вы верите во что-то, если что-то является вашим убеждением, то это в вашей жизни случится. Мне вспоминается случай, как одна девушка ушла от одного парня, потому что он злоупотреблял алкоголем, то есть она настолько устала от этого, и она, так скажем, ушла в поисках более лучшей жизни, чтобы отдохнуть от этого всего, настолько замучилась от таких отношений, когда другой человек злоупотребляет алкоголем. Так вот, она уже когда стала встречаться с другим человеком, тот человек оказался точно таким же, у него были проблемы со злоупотреблением алкоголем, то есть она как бы поменяла людей, но не поменяла свои убеждения внутри, поэтому получилось как из огня да в полымя, понимаете, то есть вот эти программы внутри человека сидят и они притягивают конкретных людей к этому человеку, и поэтому вот эта девушка, когда она выбирала, то есть если посмотреть на глубинные процессы, которые происходили, когда она выбирала себе нового человека, то есть предположим стоит два-три парня и понравился из этих двоих-троих вот один вот он точно надежный классный парень вот так вот он как раз и оказался человеком, который впоследствии стал злоупотреблять алкоголем, понимаете, снова так же как и ее предыдущий парень, понимаете в чем суть, так же здесь в комментарии говорится, что как бы можно выбрать и абьюзера точно так же если вот у девушки в голове сидит такое убеждение, то что все парни предположим козлы, да, что все парни такие вот какие-то неправильные, так вот, соответственно вот эта установка, которая сидит у нее внутри будет влиять на ее выбор, причем как она будет влиять, а если перед этой девушкой, которая носит в себе такие отрицательные убеждения в отношении парней, если я вот перед ней поставлю одного парня хорошего, он надежный, он такой вот, он никогда не будет с ней плохо обходиться, ну, достойный человек, действительно, а другой настоящий так скажем абьюзер, который вообще отрицательно относится к девушкам, особо не уважает их как бы внутренне, а так внешне очень хорошо общается, то есть оба, представьте, вот она, вот эта девушка выбирает как бы между двух парней, так вот она посмотрит на них, и вот хороший парень ей не понравится, она посчитает его каким-то пресным, неинтересным, то есть найдутся какие-то логические умозаключения, найдутся, то есть эта установка, которая сидит у нее в подсознании, сделает так, что ей понравится именно вот этот человек, абьюзер, так скажем, как вот она говорит, что все парни козлы, вот этот вот козел, он ей понравится как раз, понимаете, и это будет дальше продолжаться, пока она не уберет отрицательную вот эту установку, понимаете, как это еще интересно разыгрывается в процессе жизни, если вы более внимательно посмотрите на вот эти моменты, проследите в своей жизни, вы удивитесь, это очень интересно, я, например, это много раз замечал, и также замечал, что есть девушки, которые постоянно выбирают только вот хороших парней, я вот знаю девушку, которая выбрала такого, ну, классного парня такой, вообще, супер, вот, она ему изменяла, потом это все вскрылось, он с ней разошелся, и она нашла второго, тоже классный вообще, вот, парень идеальный вообще, понимаете, то есть, у этой девушки чутье, можно сказать, на хороших парней, но на самом деле, у этой девушки хорошие, здоровые установки по отношению к противоположному полу, соответственно, ей внутренне уже нравятся именно вот вот такие парни, а на самом деле, все как бы вот дело в подсознании, и подсознание сделает так, что ей понравится именно тот человек, он ей привлечет, он покажется ей более ярким, он ей покажется более привлекательным, более каким-то таким впечатляющим, именно тот человек, который соответствует ее внутренним установкам, а уже какие эти установки, это уже другой вопрос, если положительные установки по отношению к противоположному полу, то это хорошо, если установки отрицательные, то, соответственно, и привлекаться будут такие отрицательные люди, пока она их не изменит, это вот как вот в этом комментарии, тоже я так понимаю, девушка пишет, я тоже вот так вот притянула к себе двух парней, в итоге оказались такими мудаками, что лучше бы не тратила вовсе свое время на них, вот это тот случай, о котором я и говорю, есть много различных особенностей в практике привлечения конкретного человека, такой интересный процесс, увлекательный, обо всем сразу не расскажешь, привлекайте в свою жизнь конкретного человека без всякого угрызения совести, ничего в этом нет плохого, но имейте ввиду, что есть и другой способ, когда вы расписываете себе как бы на бумаге отдельно, определяетесь, какого именно человека вы хотите, и прокручиваете эту мыслеформу у себя в голове, и тогда подсознание вам найдет человека, который будет соответствовать вашей мыслеформе, некоторые авторы по силе мысли говорят, что это гораздо лучше, поэтому если вы не привязаны к конкретному человеку, то конечно лучше делать именно вот так вот, потому что наше сознание оно ограничено, наша логика ограничена, мудрость ограничена, наша рассудительность ограничена, мы иногда, мы порой делаем выбор не совсем правильный, нам кажется, что вот именно с этим человеком у нас будет счастье, но на самом деле мы потом получаем этого человека, мы как бы счастье не длится долго, а порой бывает так, что счастье длится долго, то есть все по-разному бывает, поэтому имейте ввиду, что есть еще вот и такой способ и он тоже имеет место быть и в нем тоже очень много плюсов желаю всем хороших результатов по силе мысли до скорых встреч